Всем большой привет дорогие друзья! Вы на канале учимся готовить вместе и с вами Елена. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный салат на каждый день со свеклой и красной фасолью. Салатик простой, но по вкусу получается очень необычный и оригинальный. Такой салат прекрасно разнообразит самый обычный семейный ужин. Давайте готовить! Но прежде не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых вкусных видео. А все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Для начала нужно замариновать лук. Для этого лук небольшого размера нарезаем четверть кольцами. Отправляем лук в глубокую тарелку и добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 четвертую чайную ложку соли, 1 столовую ложку уксуса 9% и 100 мл кипятка. Хорошо все перемешиваем и даем промариноваться луку 10-15 минут. Тем временем, два небольших маринованных огурца нарезаем полукольцами. Отправляем подготовленные огурцы в глубокую тарелку, где будет удобно перемешивать салат. Далее, два вареных яйца нарезаем на средние кусочки, не мелко. И также отправляем в глубокую тарелку. 150 грамм сыра сулугуни нарезаем также на средние кусочки, не мелко. Вместо сулугуни можно использовать брынзу или фету. Две небольших свеклы отвариваем или запекаем до готовности в духовке. Остужаем, чистим и нарезаем соломкой. Я нарезаю достаточно на крупные кусочки. Мне нравится, когда в этом салате выраженный вкус свеклы. Отправляем свеклу к остальным ингредиентам. Добавляем одну банку красной фасоли. И маринованный лук. Лук заранее хорошо отжимаем от жидкости. Добавляем немножко молотого перца. И заправляем двумя столовыми ложками майонеза. Соль я не добавляю, так как у меня соленый сыр плюс майонез. Этого будет достаточно. Но вы можете по вкусу добавить. Пробуйте салат. Все хорошо перемешиваем и салат готов. Такой салат сразу подавайте на стол. Время для пропитки ему не нужно. И такой салат намного вкуснее комнатной температуры, нежели с холодильника. Салат перекладываем на блюдо. По желанию украшаем зеленью и подаем на стол. Салатик со свеклой и красной фасолью получился очень вкусный и аппетитный. Обязательно попробуйте приготовить. Кстати, вместо майонеза салат можно заправить оливковым или растительным маслом. Тоже получается очень вкусно. Надеюсь, рецепт вам понравился и вы обязательно его приготовите. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. С нетерпением жду ваши отзывы и комментарии. Всем добра и позитива! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...